Братья и сестры У нас в этот день У кого-то уже, может быть, и вечер Все зависит от того, где находятся братья и сестры У нас большая страна Огромная страна Слава Богу В этом году нам Господь дал прекрасное, чудесное лето Не хуже, чем на юге Слава Господу Благословил Господь нас, уральских жителей Хорошей погоды Слава Господу Кто-то уже и побывал в отпуске И приехали, кто-то еще в отпуске находится Пусть Господь благословит Все собрания сегодня Воскресные собрания в нашей стране Слава нашему Господу И мы ожидаем также сегодня от Господа Слово Или прикосновение Или утешение, или ободрение Господь знает все Аминь, братья и сестры В чем мы нуждаемся И молитвы наши слышит Господь Я хочу рассуждать сегодня В этот день Воскресный на тему Такую тему Врата ада не одолеют церковь Вот В отношении церкви так сказано Давайте мы откроем Матфея 16 главу Не в отношении всего мира Так сказано Но в отношении церкви Так сказано Что врата ада Не одолеют церковь Божью Аминь Матфея 16 глава С 21 стиха С того времени Иисус начал открывать ученикам своим Что ему Должно идти в Иерусалим И много пострадать От старейшин И первосвященников И книжников И быть убитым И в третий день воскреснуть И отозвав его Петр Начал прикословить ему Будь милостив К себе Господи Да не будет Этого с тобою Он же обратившись Сказал Петру Отойди от меня Сатана Ты мне соблазн Потому что думаешь Не о том что Божье Но что человеческое Тогда Иисус сказал Ученикам своим Если кто хочет идти За мною Отвернись Себя И возьми крест свой И следуй за мною Ибо кто хочет Душу свою Сберечь Тот потеряет ее А кто потеряет Душу свою ради меня Обретет ее И с 13 стиха Этой же главы Придя же в страны Кесарийский Филипповый Иисус Спрашивал учеников За кого люди Почитают меня Сына человеческого Они сказали Один за Иоанна Крестителя Другие за Илью А иные за Иеремию Или за одного из пророков Он говорит им А вы за кого Почитаете меня И Симон же Петр Отвечая сказал ему Ты Христос Сын Бога Живого Тогда Иисус Сказал ему Блажен ты Симон Сын Ионин Потому что не плоти кровь Открыли тебе это Но отец мой Сущий на небесах Я говорю тебе Ты Петр И на этом камне Я создам церковь мою И врата ада Не одолеют ее И дам тебе Ключи царства Небесного Что свяжешь на земле То будет связано На небесах И что разрешишь На земле То будет разрешено На небесах Тогда Иисус Запретил ученикам Своим Чтобы никому Не сказывали Что он есть Иисус Христос И вот мы видим Братья и сестры Что один из учеников Петр Тот же самый Петр И говорит такие Противочивые вещи То он По духу Да мы уже Ну понимаем Да он по духу Так говорит Что В отношении Христа Ты Христос Сын Бога Живого И тот же самый Петр Через некоторое время Прикословит Христу Да Отозвал его Пожалей себя И уже поступает По человечески По плоти Тот же самый Святой Петр И в отношении Христа Я верю Что это не в отношении Христа только Но и в отношении Всех верующих Господа Иисуса Христа В отношении всех Кто имеет То же самое Откровение Что и Петр То есть Что Христос Иисус Сын Божий Что он есть Господь И Бог Аминь Братья и сестры Мы имеем Такое откровение Поэтому Я верю Что эти слова Сказанные Петру Они имеют отношение И к нам Что и мы И имеем Такую власть И связывать И развязывать И ключи В определенной Компетенции Каждого из нас Есть это И мы Как часть церкви Я хочу сегодня Утверждать это Мы можем Ощущать Безопасность Для себя Для своей семьи Потому что Эти слова Они истины В отношении Каждого Рожденного Свыше человека Кто является Частью Церкви Божьей Врата Ада Не одолеют Твой дом Твою семью Потому что Ты Есть Церковь Божья Скажи Аминь Скажи Я церковь Божья Врата Ада Не одолеют Мою жизнь Врата Ада Не одолеют Моих детей Врата Ада Не одолеют Мою семью Врата Ада Не одолеют Мое сужение Врата Ада Не одолеют Мой бизнес Потому что Я Божье Дитя Потому что Я Церковь Божья Скажи Аминь Но Я хочу Чтобы мы Увидели Петра Вот Что Он Как человек Мог говорить Неправильные вещи И По духу Он говорил Истину Это мы с вами Такие Итак Что такое Врата Ада Я знаю Что многие Присутствующие Здесь И Находящиеся В онлайн Вместе с нами Смотрят эту трансляцию Глубоко И сильно Изучают Священное Писание Братья и сестры Кто читает Слово Божье Кто читает Каждый день Слово Божье Уже меньше рук Молодцы Слава Иисусу Хорошо Что ты здесь Хотя бы здесь Ты почитаешь Слово Божье Но Когда мы Говорим Врата Ада Не одолеют Церковь У вас Какие Ассоциации В разуме Что вы Представляете Когда Вот я Говорю Фразу Вот эту Слово Врата Ада Не одолеют Церковь Вы как Это себе Представляете У кого Какие Ассоциации Наверное Некоторые Или многие Из нас Представляют Что из Ада Из Преисподней Выходят Силы Зла Да Бесы Выходят Демоны Выходят И Атакуют Церковь Бедную Терзают Ну я Что хочу Сказать Вот просто С богословской Точки Зрения Вот просто Если Вот Ну По Библии Так взять Что имел Ввиду Господь Иисус Христос Во-первых И это Очень важно Он имел Ввиду Что Церковь В ад Не попадет Вы согласны Со мной Да Скажи Церковь Не попадет В ад Вот Церк И Когда Он говорит О церкви Он не имеет Ввиду Что только Церковь Новый Завет Церковь Божия Дети Божьи В ад Не попадут Поэтому Когда у нас Есть еще Какие-то Толкования Понимания Представления Я не хочу Сейчас углубляться В разной Теории Но По Библии Если взять Просто Слово Божье В Библии Не написано Что ад Является Какой-то Знаете Штаб Квартира Дьявола Что он Что хочет Там и делает В Библии Написано Что Наша брань Против Духов Злобы Каких Поднебесных Будет Время И мы знаем Что когда Наступит Тысячелетнее Царствие Дьявол Будет В аду Но теперь Он еще Не в аду Вот если Взять Богословие То есть Он будет Помещен В преисподнюю И потом В конце Тысячелетнего Царствия Земного Будет Отпущен Обольщать Народы Читали Да Об этом То есть Сейчас Мы не должны Думать Что Ад Это вот Такое место Где Дьявол Царствует Дьявол Там не Царствует Ад Ад Сотворил Бог И ад Это место Ожидания Суда Там Находятся Души Нечестивых Людей Которые Отвергают Бога Возможно Там находятся Некоторые Падшие Ангелы В узах Мрака Уже Там Они Находятся Но Дьяволу Еще Предстоит Там Оказаться И Ад Это место Ожидания Страшного Суда Это не Штаб Квартира Сатаны Бог Везде Царствует И Бог Все Держит Наш Бог Все Держит Под Своим Контролем Все Держит В своей Руке Бог Вы Согласны Со мной Что Бог Все Держит Дьявол Нигде Там Не Царствует В Каких Преисподних Местах И Написано Что Когда Будет Суд После Суда Ад Будет Так же Брошен В озеро Огненное Это Будет Место Окончательного Осуждения Наказания Гиена Огненная И Поэтому Если Вы Услышите Например Сегодня Проповеди От Меня Или В молитве Что Там Силы Ада Мы Используем Это Знаете Как Прообраз Духовного Противостояния Поэтому Я прошу Простить Меня Если Кто Категорично Относится К Слову Божьему На самом деле Я не считаю Что Оттуда Выходят Демоны И атакуют Церковь Это Не штаб Квартиры Где Дьявол Там Просто Войска Свои Собирает Ад Это Место Ожидания Суда Это Уже Место Наказания И Он Не Принадлежит Сатане Поэтому Когда Мы Говорим Врата Ада Не одолеют Церковь Первое Что Хочу Сказать Церковь Не попадет В ад Церковь В ад Не попадет Церковь Не попадет В ад И не попадет В гиену Огненную С другой стороны Как прообраз Я хочу Также Говорить Сегодня Есть Противостояние Есть конфликт Определенный Духовный Между силами Зла И Церковью Божьей Есть Эта Война И Писание Об этом Очень четко Говорит Мы Также Должны Быть В курсе Того Что происходит В духовном мире Более того Существует Определенный Дьявольский Заговор Против Церкви Дьявол Использовал В разные Времена Сезоны Определенную Тактику Стратегию Были Гонения Убийства Христиан Они до сих пор Происходят Во многих Странах Знаете Наши братья Сестры Они просто Лишаются Жизни Только за то Что они читают Слово Божие Библию Которую мы С вами имеем В тюрьмах Сидят Проходят Через Разные Скорби Различные И претерпевают Лишения Только потому Что они Исповедуют Иисуса Христа Своим Господом Есть гонения Есть места Где страшное Гонение На христиан Но Также мы Видим Что церковь Сталкивается И с другими Вызовами Мы видим Что дьявол Имеет Разную Тактику Как атаковать Церковь И я хочу Сказать Братья и сестры Что сатана Вообще Хотел бы Чтобы о нем Церкви не говорили Вообще ни слова Дьявол Хотел бы Чтобы вообще Здесь С кафедры О нем Не упоминалось Ну на самом деле Не надо о нем Говорить много Но иногда Надо говорить Потому что Хитрый дьявол Лживый Сатана Хотел бы Чтобы ты Представлял Свою христианскую Жизнь Что вот Ты со своим Проблемным характером И Бог Который не может Тебе помочь Все Чтобы Чтобы просто Не имели ввиду Ни бесов Ни духи Немощей Ни духи Болезней Ни разные Грязные Другие духи Которые пытаются Атаковать Церковь Так же и твою жизнь Пытаются Атаковать Чтобы ты был Не в курсе Но Петр говорит По санях Коринфянам Написано Что нам Не безызвестны Его умысли И Нам не надо Делать Его умысли Какими-то Тайными И неизвестными Мы здесь Не для того Чтобы скрывать Дела дьявола Мы здесь Чтобы вскрывать Дела сатаны Мы здесь Чтобы вскрывать Разоблачать Его стратегию Чтобы мы Были Эффективными В нашем Духовном Противостоянии Поэтому Когда мы Видим Проблемы В жизни Верующих Людей Когда мы Видим Разводы В семей Не все Разводы Но многие Разводы Это результат Влияния Демонов Когда мы Видим Отступничество Заблуждение Когда мы Видим Что люди Оставляют Господа Уходят От призвания Не все Эти ситуации Вызваны Непосредственно Влиянием Демонов Но многие Из них Это результат Влияния Бесов Когда мы Сталкиваемся С вопросом Исцеления Больных Людей Не все Болезни Вызваны Влиянием Бесов Но многие Болезни Хронические Или Как называют Неизлечимые Многие Болезни Это Духи Немощи И духи Болезней Которых Нужно Изгонять Чтобы Исцелиться Аминь Братья и сестры И Библии Написано Очень четко Что есть Духовная Война Духовная Брань И Есть Оружие Определенное Которым Мы должны Сражаться И применять Наши жизни Чтобы Не быть В поражении Поэтому Когда Господь Говорит Что Врата Ада Не одолеют Церковь Он гарантирует Что Церковь Не будет В аду Что Церковь Не будет Гене Огненной Но Когда мы Берем Жизнь Отдельно Взятого Верующего Человека Никто Тебе Не гарантировал Что Ты Живешь Как хочешь И у тебя Будет Все Хорошо Нет В Библии Нет В Библии Что Человек Беспечно Живет Делает Что Хочет Мыслят Что Хочет Говорит Что Хочет И у него Счастливая Благословенная Жизнь Нет Этого В Писании Поэтому Мы Говорим Про Ответственность Поэтому Мы Говорим О ключах Мы Говорим О нашем Праве Мы Говорим О власти мы говорим о духовных вещах, которые сооткрыты от человеческих глаз. Но мы, живя на земле в материальном видимом мире, соприкасаемся каждый день с миром невидимым, духовным. И в духовном мире есть два царства, царство Божье и царство дьявола. И духовный мир, который сокрыт от человеческих глаз, это мир причинкой, и оттуда исходят определенные замыслы и попытки влиять на твою и мою жизнь. Поэтому некоторые христиане, вместо того, чтобы постоянно бороться с одними и теми же последствиями, должны помолиться Богу, чтобы Бог открыл глаза на те причины, которые лежат в духовной плоскости, и чтобы увидеть, а с чем ты сталкиваешься и почему у тебя есть нерешенные проблемы. Аминь, братья и сестры. Поэтому, когда мы говорим о Боге, Он не просто где-то, знаете, такой трансцендентный, где-то далеко, что Он выше всего материального видимого тварного мира, что Он где-то находится и наблюдает за нами. Да, Он трансцендентный Бог, Он выше всего тварного, но Он также имманентен, Он вовлечен в нашу жизнь, Он пронизывает все, и Он все видит, и все проницает. Но в духовном мире два царства, и есть царство дьявола, где есть бесы, демоны, а не чистые духи, которые также из духовного мира пытаются влиять на твою и мою жизнь, чтобы принести тебе разрушение, мучение или какую-то трагедию жизни. И Господь хочет, чтобы мы находили безопасные места в своей жизни. Бог хочет, чтобы мы не были в поражении, но жили победоносной жизнью. Бог не заинтересован в твоих поражениях. Бог не заинтересован в твоих падениях. Бог не заинтересован в твоем бесплодии духовном. Бог заинтересован, чтобы ты жил победоносной жизнью и приносил много плода. Потому что пораженческая жизнь, она невыгодна для Царства Божия. Она не нужна Богу. Она не нужна Церкви. Бог хочет, чтобы ты побеждал в своей жизни в своем духовном противостоянии. Поэтому я хочу, чтобы ты сегодня увидел, может быть, в своей жизни, чтобы открылись твои глаза, чтобы ты увидел, против какой силы ты идешь. В Писании написано, наша война не против плоти и крови. Повернись кому-то, скажи, ты мне не враг. Ты мне друг, брат, сестра, там, папа, мама, жена. Человек не враг. Братья и сестры, никогда не воюй с человеком. Не воюй по плоти. Не воюй с человеком. Потому что наша брань не против плоти и крови, против начальства сей мироправителей, тьмы века сего против духа злобы поднебесной. Аминь. И оружие воинства нашего, оно не плоское, хотя мы и ходим во плоти, но оно не плоское. Скажи, мое оружие не плоское. Оно сильное Богом. Скажи, сильное Богом. Для чего? Для разрушения твердынь. Скажи, для разрушения твердынь. Ими, этими оружиями мы делаем, что мы не спровергаем. Скажи, не спровергаю. Скажи, я не спровергаю. То есть унижаю. Делаю уничтожным. Что? Всякие замыслы, мысли, убеждения, ценности, мировоззрения, все то, что противостоит Божьему Слову, все то, что поперечит Божьим обетованием, все, что идет против истины, все, что пытается исказить твое мышление, ты не спровергаешь оружием Божьим. В послушание. Скажи, в послушание. Скажи, в послушание Христу. То есть, не сказал Господь, что вам из рога так надо демонов где-то в поднебесе сбивать? Ну, как бы, не сказал, да, так, что вам надо проникать в места преисподней, там, разбираться как-то. Но, оказывается, оружие воинственное наше, которое духовное, оно не плоское, и оно сильное Богом, оно для разрушения твердынь. Это оружие против определенного образа мыслей. Это оружие, которое нужно применять против мыслей. Поэтому святой Петр, имеющий откровение, он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Это по духу, это правильно, это истина. Аминь, братья и сестры. Христос, Сын Бога Живого. Но через некоторое время это же Петр говорит, Господи, пожалей. Ему пришла мысль, которая противостоит тому, что сказал Иисус. Понимаете? И эта мысль, она пришла от дьявола. Эта мысль пришла от духа Антихриста, от духа, который противостоит Христу. Дьявол атаковал разум Петра и вложил эту мысль. Петр не пободрствовал, просто взял и озвучил. Поэтому не спеши говорить, не озвучивай все мысли сподряд, которые приходят в твою голову. Потому что не все мысли от Бога. Не все мысли правильные. Теперь я хочу сказать, когда Петр получил дьявольскую мысль и озвучил, у меня вопрос, он что, одержимый стал после этого? Нет, он не стал одержимый. Демон не вселился в Петра. Петр не нуждался в молитве освобождения. А молитва освобождения отдельная тема, мы сегодня не будем разбирать. изгнание. Но смотрите, я просто хочу сказать, в обычной жизни, можно сказать, на бытовом уровне мы сталкиваемся с атаками дьявола, когда приходит мысль, которая искажает Слово Божие, которая противостоит тому, что Христос говорит. Вы понимаете, да, меня, братья и сестры? То есть Петр не стал одержимым. Он не стал человеком, у которого вселился демон. Он просто озвучил мысль, которая противоречит написанному Божьему Слову или тому, что говорит Христос. И вот эта война, что нужно делать? Нужно было эту мысль разоблачить и сравнить. Ага, мысль такая, а Христос говорит вот так. Если мысль противоречит тому, что говорит Христос, ее нужно пленять и подчинить в послушанию Иисусу Христу. Если ты это делаешь, ты победитель, скажи аминь. А еще лучше высвободить своими устами истину. Если Христос говорит так, тогда и я буду говорить так же, скажи аминь. Поэтому война в разуме происходит. И разные мысли приходят в твой разум. Если ты желаешь жить победоносной жизнью, не озвучивай все мысли сподряд. Не озвучивай то, что по плоти. И обратите внимание, Иисус смотрит на Петра и говорит, отойди от меня, сатана. А смотрит на Петра. Поэтому некоторые могут подумать, слушай, это же, ну, наверное, Христос имел в виду, что там сатана в нем, что надо теперь из Петра сатану изгонять? Нет. Иисус противостоял дьяволу, потому что дьявол через Петра атаковал его разум. Иисус противостоял сатане, это была его битва. И он не сказал, Петр, тебе надо сейчас на освобождение ты одержимый. Нет. Иисус противостоял дьяволу своей личной жизни. Это важно. Поэтому, когда происходит какой-то конфликт, ссора, не спеши бежать изгонять из кого-то демонов. Возможно, во многих ситуациях нужно просто зло победить как? Добром. Нужно просто сказать добрые слова или помолчать. Аминь. То есть, не спеши сразу же изгонять, потому что есть такие крайности духомания, бесомания, везде бесы, бесы, бесы. Это неправильно. Бесы есть, но не нужно их видеть под каждым кустом, в каждом конфликте. У нас, кроме бесов, есть еще враги. У нас три врага. Это мир, скажи, мир, то есть, его ценности мирские, убеждение, мировоззрение. Второй враг, это твоя плоть, скажи, плоть. Ну и сатана с бесами. То есть, не везде, не во всех проблемах нужно искать демоническое какое-то влияние. Поэтому сегодня мы должны просто увидеть первое, что хочу сказать. Дьявол не исчез, бесы не исчезли, они все еще рыщут, как написано этот, лев, да? Рыкающий лев, он рыщет, как его поглотить. Не испарился, не исчез, никуда не делся. Он все еще тебя ненавидит. И если в твоей жизни есть какое-то мучение, скажи, мучение, вот когда дьявол приходит, у него есть цель, он хочет мучить человека, угнетать человека, чтобы человек был несчастный, чтобы он жил в депрессии, в саможалости, чтобы он хотел убить себя, чтобы он хотел разрушать это демонические духи. И если человек живет в этом долго, возможно, ему уже нужно действительно помочь и послужить и изгнать определенных духов, которые оккупировали часть его души и тела. Но я хочу сказать, братья и сестры, в жизни истинного христианина нету одержимости в том плане, что дьявол не может обладать рожденным свыше человеком. Если в твоем сердце живет Христос, ты не можешь быть одержимой, но как Петр ты можешь попасть под влияние определенных дьявольских мыслей. Это тебя не делает одержимым. Вот я понятно объясняю? Кто меня понимает по ними? Слава Иисусу! Поэтому не надо впадать в крайности. Рожденный свыше христианин не может быть одержимой, но часть его души, сферы жизни его могут быть под определенной дьявольской оккупацией по разным причинам. Поэтому наша брань есть. Скажи, моя брань есть. Брань это не ругань, это, ну, как бы по-русски перевели, это не то, что там ругаться. Брань война, давайте скажем, у меня есть война, и я победитель в этой войне, потому что Иисус на Голгофском кресте пролил свою кровь, искупил меня от смерти проклятия. Христос искупил меня и дал мне власть наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит мне. Скажи вместе со мной, ничто не повредит мне. А вы можете сказать то же самое, только погромче? Скажи погромче. Ничто не повредит мне, потому что я церковь Божья и врата ада не одолеют мою жизнь. Аминь. Говори истину. И когда ты говоришь вслух, Слово Божье материализуется, оно осуществляется. И вместо угнетения тебе приходит свобода, вместо болезни приходит исцеление, когда ты говоришь истину, а не то, что творится в твоей голове. Говори Божью истину, а то, что противоречит истине, пленяй, послушанию Иисуса Христу и будешь видеть благословение, и будешь видеть прорыв, и будешь видеть победу, и будешь видеть успех, и будешь видеть процветание, и будешь просто брать те сферы твоей жизни, которые до сих пор оккупировал дьявол по причине твоего незнания или невежества, или греха, или какой-то атаки. Бог желает дать тебе победу, и Он дал тебе власть и силу, когда ты призываешь имя Божье, всякое колено преклоняется перед им, колено небесных, земных и преисподних, скажи аминь. Библия говорит, имя Господа, скажи имя Господа, крепкая башня, убегай от него праведник, и будет безопасен, скажи я буду в безопасности, потому что у меня есть имя Господа, и когда мы призываем имя Господа, мы приходим в безопасное место, ты будешь безопасен, ты будешь в безопасном месте. Я размышлял вчера и сегодня про Валаама, нету времени подробно говорить, но смотрите, Валаам, он знал Бога, числа 22, 23 глава и в других местах написано, он слышал Бога, Дух Божий посещал Его, и представьте, вот Моисей, Божий народ, они следуют тем путем, которым ведет Бог, и они даже не в курсе, что где-то там за кулисами происходят какие-то вещи, какой-то заговор, какой-то Вала, царь Моавитский нанимает Валаама, человека Божьего, который, хотя и не жил посреди Божьего народа, но знал Бога и слышал голос Божий, и там определенные действия происходят, которые сокрыты от народа Божьего. И Валаак пытается нанять этого человека за деньги, чтобы Валаам, сын Пифоров, чтобы этот прозорливец, так скажем, чтобы он проклял народ Божий, потому что было замечено в тех местах, что когда проклинает кого-то Валаам, проклятие приходит, когда благословляет кого-то Валаам, благословение приходит. И вот знаете, мы живем своей христианской жизнью, мы занимаемся какими-то обычными делами, мы порой даже не в курсе, что происходит в духовном мире, но я хочу сказать, братья и сестры, в духовном мире происходит заговор против церкви. В духовном мире в царстве тьмы планируется определенная стратегия, как украсть, убить и погубить. Дьявол планирует, как разрушать твою семью. Дьявол планирует, как отвлечь тебя от призвания, как увести тебя в опасное место и разобраться с тобой. Дьявол планирует, как вывести тебя из правильной битвы на территорию плоти, чтобы ты воевал по плоти, чтобы ты был неэффективный, чтобы ты мучился и чтобы у тебя было поражение. Сатана все это планирует. И представьте, Валам, он уже пошел, он уже пошел. И там ослица. Вы читали про ослицу? Ослица. У него как бы, ну, разума больше было. Ей духовный мир был открыт ослице. И она увидела ангела, который стоит с мечом. И она поворотила, и Валам начал бить эту ослицу. И ослица заговорила человеческим голосом. Меня знаете, что удивляет? Что если бы я был на месте Валаама, и моя ослица или собака, у меня собака есть, или кот, заговорили со мной человеческим голосом, ну, так мягко сказать, я бы был очень сильно удивлен. Так мягко скажем. Валаам вообще, ну, для него в порядке вещей. Ослица говорит, ты почему меня бьешь? Я твоя ослица. Я что, тебе неверная была? Я что, тебя когда-то обманывала? Я что, тебе плохое делала? Нет. Ты верная, ты не обманывала. А почему ты меня бьешь тогда? Ослица говорить начала, чтобы остановить безумие Валаама. И после этого написано, и открыл Бог его глаза. Бог открыл его глаза, и он увидел духовный мир. Он увидел этого ангела с мечом. Пусть откроются глаза сегодня тех людей, которые уже идут неправильным путем, которые уже уклонились от Божьего пути. Пусть откроются эти глаза. Поэтому Бог порой использует какие-то обстоятельства, какие-то странные вещи, так скажем, образно, каких-то ослиц для того, чтобы проговорить нашему сердцу. Но это когда мы уже ушли далеко. Это когда мы уже слишком далеко зашли. И Валаам, когда он пошел вместо проклятия, он произнес благословение. Бог силен все эти замыслы, то, что сегодня против тебя планирует сатана, Бог силен обратить тебе в благословение, если И Валаам говорит там, что я не вижу в Израиле идолопоклонства, я не вижу в Израиле беззакония, и я не вижу в Израиле волшебства, поэтому к ним проклятие прийти не может. Я не вижу в Израиле ничего такого, за что можно было бы проклясть, и он стал благословлять Израиль, халлалюя. А народ Божий, он даже не в курсе был, они просто шли и занимались своими делами, но за кулисами происходили вот такие сцены. Духовный мир есть, братья и сестры, там что-то происходит. Если не будет беззакония, если не будет идолопоклонства, если не будет волшебства, чародейства, то никакое проклятие не придет в твою жизнь. Ты не достоин проклятия, ты достоин благословения, потому что все плохое, что было в твоей моей жизни, Господь Иисус взял на себя. Все, что мы заслужили нашими грехами, все, что мы заработали в нашем неверии, Он взял на себя и понес на Голгофском кресте и дал тебе и мне церковь, то, что ему принадлежит, слава Божья, благословение, помазание, власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит. Он дал обетование благословенной жизни, Он дал обетование безопасной жизни, Он дал обетование исцеления, Он дал нам обетование свободной, счастливой жизни во Христе Иисусе, скажи аминь. Не должно быть идолов, не должно быть волшебства, магии, чародейства, не должно быть связи с оккультным миром, не должно быть общения с бесами, не должно быть общения с силами тьмы. И когда Валаам понял, а его мотив остался прежним, Писание говорит, что он научил Валаака, он сказал Валаак, если ты хочешь победить этот народ, тебе нужно научить женщин мавитских, чтобы они соблазнили сынов Израиля. И знаете, что, к сожалению, этот план удался? Валаак научил женщин как обольстить, как заманить свои сети, как вести мужчин Израиля в блуд. И когда мужчины Израиля стали блудить с красивыми женщинами моавитскими началось поражение в народе. Началось поражение. И сегодня дьявол тоже планирует какие-то определенные стратегии против церкви, против семей, против служителей. Когда церковь научилась проходить гонения или противостояния, дьявол меняет тактику, меняет стратегию, он дает другие вызовы обольщения, блуд, ереси, разделения, бунты, непокорства. Всякие вещи для того, чтобы сделать народ Божий неэффективным в этой войне. Поэтому, братья и сестры, нам и написано предостережение бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь. Поэтому, когда мы провозглашаем 22-й псалом, 90-й псалом на нашу жизнь, это хорошо, но написано также не давайте место дьяволу. Вы помните такую христианскую притчу про гвоздики, про шляпу? Кто помнит? Костара, христианская притча. Один человек говорит, давай я у тебя дома гвоздик забью. Ну, забей. Он забил гвоздик, а потом говорит, давай-ка я свою шляпу здесь повешу, потому что это же мой гвоздик. И он и шляпу, а потом и одежду, и потом и поселился там. Все начинается с гвоздика, с чего-то малого. И Писание говорит, не давайте место дьяволу, не давайте ему право быть в вашей жизни. Не соглашайтесь ни с каким грехом, не оставляйте себе какую-то рощу идола, истукана или какие-то высоты. Не оставляйте себе ни в какой сфере жизни никакого даже маленького греха, потому что это гвоздик, на котором потом окажется шляпа. Бывает, я встречаюсь с христианами, которые постоянно гоняют бесов, гоняют бесов. Слушайте, и, но на самом деле, вот, я помню, молился за одну женщину несколько раз, три или четыре раза. Каждый раз, когда я за нее молюсь, бесы выходят, кричат там, ругаются там, что-то там говорят там такое богохульное, изгоняют бесов, и она свободна, счастлива, через некоторое время она опять возвращается в такое состояние, не пытайтесь догадаться, она не из этого города, эта женщина. А потом я стал разговаривать с сестра, ну, можем с вами пообщаться, я начал с ней общаться, как она живет. Оказывается, она много времени проводит за телевизором, просто телевизор смотрит. И там разные передачи, там знаете, где там экстрасенсы, там НТВ, там всякие вот такие вещи. Писание говорит, не вноси мерзости в дом, не вноси мерзости в дом. Следующее, что она делала, она иногда свою жизнь по гороскопу сверяла. Ну, кто она там? Рак там, рыба, вот она сверяла по гороскопу. И иногда так, ну, иногда не часто, иногда на картах, на картах гадала. И я ей просто объяснил, вам нужно просто удалить это все из своей жизни. Книжки ваши оккупные сжечь, как написано в книге Деяний апостол, что уверовавшие, то есть были колдуны, маги, чародеи, они покаялись, слава Господу. Но они покаялись, и Дух Святой через пастора, видимо, в церкви сказал, у кого есть книжки оккупные сжечь, не должно быть никакой мерзости в твоем доме. И они сожгли на огромную сумму денег книги, они же, ну, дорогие. И некоторые люди, уверовавшие Господа, все еще хранят эти дорогие книги, какие-то предметы, связанные с оккультизмом. Но зато идут к пастору, ты давай-ка за меня молись, изгоняй-ка из меня бесов. Что-то мало, ты слабенько молишься, давай как-то посильнее ты молись. Давай часиков, там, пять помолись за меня. Другие просто, ну, одинокие, вниманием не хватает. Вот постоянно у них там бесы, 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 вот надо тоже уделять внимание, молиться. Мы не против молиться. Но молитва освобождения не гарантирует свободы, потому что бесы возвращаются. Нужно научиться не давать место дьяволу, нужно научиться не пускать мысли в разум, а если пришли подчинять эти мысли послушанию Христу. Все, что противостоит Божьим обетованиям. Когда дьявол атакует твой разум, по поводу твоего здоровья, финансов, или детей, или будущего, ты должен эти мысли пленять и говорить своими словами истину. Знаете, у Слова Божьего есть сила. Вы знаете, что у Божьего Слова есть сила, когда мы говорим истину. Божье Слово, оно материализуется и осуществляется, и все повинуется и подчиняется Ему. У Божьего Слова есть власть. Валаам, у него был неплохой, у него неплохое начало, было, но у него был плохой конец. Неважно, как мы начали, братья и сестры, может быть, мы сильно начали, вдруг и начали, важно не кончить по плоти. Если мы начали служить Господу, важно продолжать служить Господу, скажи аминь. Валаам, он имел возможность стать частью народа Израиля, он отказался, он предпочел быть пророком-одиночкой. Такой сам себе, сам по себе. Иоанн, он был поражен от меча Израиля. Он умер не как пророк Божий, он умер как экстрасенс, потому что нечистые духи завладели им. Он умер как прорицатель, потому что его мотив, он был неправильный, и он отказался с этим разобраться. И он был в поражении, и это слово «врата ада не одолеют», оно не исполнилось в его жизни. Но когда мы хотим быть в безопасном месте, братья и сестры, мы должны быть посреди Божьего народа. Потому что это обетование, оно в отношении церкви Божьей. Господь обещал, что врата ада не одолеют церковь. Может быть, ты не очень хорошо начал, ты проблемно начал, у тебя было неустройство, много падений было в твоей жизни. Не важно, что было в твоей жизни, очень важно финиш, важно финал, важно, как ты закончишь свой жизненный земной путь. Это важно. Аминь, братья и сестры. Поэтому не допускай идолов, не допускай ничего такого, за что мог бы зацепиться сатана. Будь посреди Божьего народа. Призывай имя Господа Иисуса Христа. Потому что, когда мы призываем Его имя, это для нас безопасное место, это крепкая башня. Бог хочет тебя благословить. В Библии много обетований по поводу благословения для Божьего народа, для праведных людей. Писание говорит, что в доме праведника обилие сокровищ и богатства. Писание говорит, что на голове праведника не проклятие, но благословение. Писание много говорит о Божьем желании благословить свой народ, своих детей, скажи аминь. Поэтому, когда ты знаешь эти драгоценные истины, тебе нужно их говорить в свою жизнь. Тебе нужно высвобождать эти слова благословения на свой дом, на своих детей, на свою жизнь. Тебе нужно высвобождать эти истины об исцелении, чтобы это исполнилось в твоем теле, скажи аминь. Когда мы рассуждаем о таком сбалансированном подходе, я заканчиваю проповедь, я просто хочу, чтобы мы увидели в служении Иисуса Христа самый сбалансированный подход. Вы согласны, что Иисус пример для нас? И когда мы читаем в Евангелиях служение Иисуса Христа, мы постоянно видим, Он учит, Он проповедует Царство Божие, Он изгоняет бесов и исцеляет больных. И верующим Его сказал, идите, проповедуйте именем Моим, будете изгонять бесов, и потом еще написано, что будете говорить новыми языками. То есть это все вместе, да? именем Моим будете изгонять бесов, будете говорить новыми языками, будете возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. Это великое поручение, которое Господь дал Церкви, исцелять больных, изгонять бесов, служить этому народу. Но прежде всего, научись жить победоносной жизнью на своем личном уровне. Научись побеждать сатану в своем разуме. Научись побеждать дьявола, угошая конфликты в своей семье, проявляя любовь и доброту, используя правильные, добрые, благословенные слова, которые имеют силу и способность угошать раскаленные стрелы лукавого. Не думай себе, просто я праведник. Да, мы праведники, это щит, но есть щит веры, которым нужно угошать. есть вера, которой нужно еще пользоваться, а не просто радоваться, что ты праведный. Нужно пользоваться щитом, нужно пользоваться мечом и так дальше. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Сегодня, сегодня, пусть твое мышление, оно будет не мышление такого, знаете, беспечного, такой мир уже, еще не мир, братья и сестры. в духовном плане еще не мир, пусть мир Божий будет в твоем сердце, в твоем разуме, пусть будет мир Божий, но мы не живем в мирное время, мы живем в военное время, мы живем в конфликтное время, мы живем в время вызовов. Дьявол не испарился и не исчез, он все еще тебя ненавидит, у него есть план, как украсть и погубить, и что-то сделать тебе, но у него ничего не получится, у него ничего не получится, потому что врата ада не одолеет церковь, врата ада не одолеют рожденных свыше людей, врата ада не одолеют людей, которые знают истину и применяют, врата ада не одолеют тех, которые знают, что совершила кровь нашего Господа Иисуса Христа на кресте и применяют это, врата ада не одолеют тех, Те, которые знают, что мы имеем власть и применяют эту власть правильно. Халлилуйя! 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 Господь, мы благодарим Тебя. Мы прославляем Твое имя, Господь. Халлилуйя! Халлилуйя! Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою победу, которую Ты совершил для нас на Голгосском кресте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам оружие. Халлилуйя! Ты дал нам власть, Господь. Халлилуйя! Скажи вместе со мной, тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешным. Всякий язык, который будет состязаться со мной на суде, я ввиню. Это Мое наследие от Господа. Я больше не проклятый. Я благословенный. Я уже имею жизнь. Я уже имею исцеление. Я помазанник Божий. Дух Божий на мне. Он помазал меня. Проповедовать пленам освобождения, слепым прозрения, отпускать измученных на свободу. Господь не дал мне дух страха. Бог дал мне дух силы. Бог дал мне дух победы. Бог дал мне дух мужества. Бог дал мне дух святой. Бог дал мне Своё Слово. Господь дал мне Свои обетования. И они исполняются в моей жизни. Благословение Божье на моей голове. Потому что я праведник во Христе Иисусе. Мой дом полон, обилие сокровищ и богатства. Потому что я праведник во Христе Иисусе. Врата ада не одолеют мою жизнь. Потому что я Церковь Божья во имя Иисуса Христа. Я не умру. Я буду жить. Потому что живу не по плоти, но по духу. И во имя Иисуса Христа. Когда я буду наступать, ничто не повредит мне. Не убоюсь зла. Потому что мой Бог со мной. Я свет для этого мира. Я соль для этой земли. Моё тело храм для Святого Духа. Я принадлежу Церкви. Я искуплен кровью Иисуса Христа. Я имею жизнь. Я имею полноту благословения во Христе Иисусе. Я имею всё, что заслужил Сын Божий на Голгофском кресте. И дал мне во имя Иисуса. Это принадлежит мне и моим детям, и моим потомкам. И назовут меня восстановителем развалин во имя Иисуса Христа. И я буду видеть проявленную силу Божью. Ранами Его я исцелён. Во имя Иисуса Господь взял моё беззаконие, мои грехи, все проклятия, всякое осуждение понёс на себе. И дал мне оправдание. Дал мне свободу. Дал мне исцеление. Дал мне победу. Дал мне прощение грехов. И благословил меня всяким благословением во Христе Иисусе. И наполнил мою жизнь Духом Святым обильно. И я буду видеть добрые дни. Потому что мои шатры полны счастья и благословения. Потому что Божья судьба от Господа самая лучшая. И во имя Иисуса Христа скажи вместе со мной. У меня будет благословенный финал. Потому что я буду в церкви. И во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. У тебя будет прекрасный финиш церковь. Потому что Бог для церкви приготовил прекрасное будущее. Ханнелюя. У этого мира не будет прекрасного будущего. Только у церкви будет прекрасное будущее. И Бог приготовляет в безопасное место, подобно семья Ноя, которая была в Ковчеге, подобно семья Иосифа Марии, была в Хлеву, подобно народу Божьему, который был в Египте и был сохранен, так и церковь будет в безопасном месте, потому что Бог знает, как сохранить церковь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса дьявол не будет к тебе прикасаться, если ты будешь хранить себя в этом мире, если ты будешь хранить себя от идолов, если ты будешь хранить себя, сатана не сможет прикоснуться к тебе. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Если есть в твоей жизни что-то, что нужно исповедовать, открыть, не живи во тьме, не живи во тьме, выходи на территорию света и исповедуй, выноси в свет пред Господом все тайные дела, выноси. Эта атмосфера света разгоняет всякую тьму, не жди молитвы и освобождения, просто будь в свете и всякая тьма уйдет, пусть разум твой будет просвещен истиной Божьего Слова и все, что не от света уйдет, устранится из твоей жизни. Потому что атмосфера святого духа изгоняет всякую тьму и всякое мучение, когда ты поклоняешься Господу, исполняешься Духом Божьим, уже демоны уходят и болезни уходят и всякая тьма уходит из твоей жизни. Когда ты подчиняешь и ты просто подчиняешь сомнение, неверие Божьему Слову, то истинные Божьи обетования исполняются в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Скажи Иисус. Скажи это громче. Скажи Иисус. Скажи Иисус. Скажи Иисус. Имя Господа. Крепкая башня. Всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Всякий, кто призывает имя Господне, получит свободу. Всякий, кто призывает имя Господне исцелиться, потому что в Его имени все. Аллилуйя. 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 Господь, благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Всякий злой, нечистый дух, который пытается влиять на Божий народ, Я приказываю вам, властью Иисуса, убирайтесь прочь именем Иисуса, отойдите от семей Божьего народа, отойдите властью Иисуса, Господь, я провозглашаю Твое царство и Твою победу, да будет Твой народ благословен во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя Господь и помилует Тебя и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим, да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир, да благословит Бог Твою семью, да благословит Бог Твоих детей, да благословит Тебя Господь в Твоем служении, в Твоем бизнесе, да благословит Тебя Господь во имя Иисуса Христа, потому что Ты праведным пред Богом, потому что кровь Иисуса очистила Тебя, Ты достоин принять благословение, потому что Иисус сделал Тебя достойным Божьего благословения Иисуса Христа, принимай сейчас, принимай исцеление, принимай свободу, принимай избавление, Господь действует по вере, Господь действует на этом месте, помазание Святого Духа разрушает всякое бремя и рмо во имя Иисуса Христа. Аминь. Прославь Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У нас будет еще призыв к покаянию, объявление. Слава Господу. Еще оставайтесь некоторое время на своих ногах. Слава Господу.